Всем позитивного времени суток, дорогие друзья, вы на канале Evil Fluff и сегодня я хотел бы рассказать вам о таком замечательном ММО-проекте как The Elder Scrolls Online. Многие играли в цикл игр на ПК, я сам довольно неплохо знаком с Моровиндом и Обливиан. Данная игра распространяется по модели buy-to-play, значит нам нужно раз ее купить и спокойно играть без всяких внутриигровых покупок и бустов. Это не касается предметов внешности и скакунов с питомцем. На выбор нам доступна стандартная версия 17 баксов и пак со всеми дополнениями 31 бакс. Цена составит 599 грн или же 1545 рублей за игру без дополнений и 1099 грн и 2835 рублей за расширенную версию с дополнением. Давайте же посмотрим, стоит ли данный проект запрашиваемых цен и что мы получим за наши кровные. Начнем с того, что нам нужно будет иметь на своем жестком диске 118 Гбайт свободного места. Подробные минимальные и максимальные системные требования смотрите в описании. При выкрутке графики на максимум, картинка смотрится довольно приятно и плавно, без вау эффекта конечно, но достаточно красочно и зрелищно, при неплохой плавности движений. Покрутив колесико мыши мы сможем получить вид от первого лица или от третьего лица, кому как удобней настроить вид со спины или из-за плеча. Довольно качественная локализация на многих языках присутствует в этом, включая русский. Создание персонажа нас приятно удивит. Помимо огромного количества ползунков с настройкой лица, его формы, мышц, возраста и так далее и тому подобное, нас также будет ожидать выбор между тремя альянсами и каждому будут доступны свои расы и локации. Насколько я понял, если вы планируете играть с друзьями, то вам придется выбирать всем один альянс с одной стороны. Довольно таки интересный ход, на первый взгляд даст возможность ввести и обыграть войны альянсом и противостоянием, так и разнообразить гильдийский контент на данной тематике. Однако есть и минус, нам будет доступна меньшая вариативность рас, как и универсальность и разнообразие в билдостроении, не говоря уже о чисто эстетическом разнообразии. Но посмотрим, к чему это приведет в дальнейшем. Я сейчас имею в виду, не будет ли танк в исполнении Нортов и Альянс Эбандхарский Пакт, живучий танков Даггерфольдского Ковенанта, но в то же время танки Ковенанта будут сильнее и домажнее танков Пакта. Вот что я имею в виду. Для получения расы имперца нам нужно будет купить расширенную версию. С выбором класса все проще, они одни для всех, 5 классов доступно сразу и еще 2 будут доступны опять таки в расширенной версии. Тут каждый думаю найдет себе что-то по душе. Обучение недолгое и всех новых игроков закидывает в одну локацию, что позволит вам сразу на этапе обучения встретиться со своими друзьями. К тому же оно короткое и не напряженное, что весьма порадовало. Как по мне самое краткое и полезное обучение из всех ММО проектов, что я встречал на данный момент. Поэтому и самое лучшее, как по мне. Наверное, разрабы руководствовались выражением коротко и по существу, за что им отдельный лайк. Далее под конец обучения нам дадут выбрать одну из четырех стартовых основных точек со своим основным сюжетом и не будут загружать нас кучей квестов, где у нас глаза разбегаются и мозг закипает от мысли с чего начать. Как и в Невервинтере клептоманы и любители собирать всякие редкости, костюмы и предметы с отрывками не будут разочарованы. Но ТЭС и тут всех переплюнул. Нам дадут возможность стать недвижимым магнатом, покупая и обустраивая свою недвижимость, как нам будет угодно. И потом размещать там порталы для быстрых переходов между локациями. Весьма интересные и нестандартные решения, что делает заработок валюты и крафт предметов весьма актуальным в игре на всех стадиях. Как и развитие крафта, ведь мы сможем не только обустраивать свои дома сами, но и продавать другим игрокам свои товары, кто больше любит махать мечом вместо молотка и раскидывать фаерболы вместо работы пилкой. В игре будут уровни и награды за них. Но изюминка всех частей свитков никуда не делась. Чем чаще мы используем один тип предметов или оружия, тем больше у нас навык владения данным типом экипировки. А соответственно и бонусов, что она будет давать нам или мы сможем изучить. Также повышение наших пассивок и способностей зависит от уровня владения предметом. Для тех, кто не знаком со вселенной древних свитков, выглядит все примерно так. Для того, чтобы открыть ветку владения средними, легкими или тяжелыми доспехами, нам нужно их одеть. Затем пойти сражаться с мобами, получить определенное количество урона и заблокированного дамага, входящего в нас. После чего нам откроется ветка владения данным видом доспехов, где мимо уровня владения данным видом доспехов мы сможем прокачать активные и пассивные умения, что сделают нас сильнее. К примеру, бонус к крит урону и исходящему исцелению на 1% за каждый предмет средних доспехов, надетый на нас. И будет иметь 3 уровня, которые мы сможем прокачать на первом уровне владения, 12 и 22 средними доспехами. Итак, у каждой брони свой уникальный тип бонусов. В начале у нас ветка владений пуста, но по мере того, как мы используем доспехи, разнообразные виды оружия и их комбинации, а также повседневные дела, такие как воровство, взлом, крафт, атлетика, сакробатика и крафт, со сбором обходить стороной не стоит. В общем, система прокачки весьма увлекательна и гибка, делая систему завязанной на гринде, что делает его увлекательным и интересным, не говоря уже, что мы тем самым еще и материалы для крафта собирать будем, которые сможем потом продать или скрафтить и продать уже вещь, а также получить опыт за убийство мобов, что поможет нам поднабрать опыта и предметов. В общем, гринд мобов тут хоть и не главный и не обязательный, что удивило меня, но весьма интересен и выступает на одном уровне с другими способами прокачки, о которых мы также поговорим. Станки для крафта есть во всех городах и лагерях, а рецепты можно закупить у торговцев или найти сами. Взлом замков сделан в виде мини-игры, для которой нам понадобятся отмычки. Как и карманная кража с продажей краденого. Кстати, ежедневное количество краденых вещей, что мы можем продать, будет иметь свои лимиты, учитывайте это. Но их можно расширить, опять-таки прокачав воровство и вступив в гильдию воров. Конечно, в любой ролевой игре, будь то онлайн или оффлайн, в основном способ поправить свое материальное положение и неплохо подзаработать опыта были и остаются квесты, что в данном проекте выведено на какой-то новый уровень. Здесь весь упор в прокачке и открытии городов и новых территорий, как и раскрытие сюжета, подается через квесты по ходу следования сюжета, который помимо квестов дополняется еще и записями в книгах и журналах, которые разбросаны по всему миру и спрятаны в сундуках. Однако, есть пара негативных моментов, связанных с данным способом. Во-первых, как по мне, вы узнаете весьма интересный и увлекательный сюжет при игре в соло, так что любителям глубокого лора будет чем заняться. А вот при игре в группе не выйдет насладиться интересным сюжетом, ведь вас не будет стоять и ждать ваша группа, или даже один друг или сотрудник, с которым вы решили после работы ненапряжно поиграть в ТСО. Такой процесс будет заставлять ваших напарников подгонять вас, особенно в начальных стадиях игры, где вы стремительно развиваетесь, и игра постоянно заставляет вас двигаться вперед, создавая эффект драйва и постоянного стремительного развития, стараясь не сбавлять темп. А значит и обоюдное раздражение будет нарастать. У вас из-за постоянных подгоняний со стороны, а у ваших товарищей из-за необходимости постоянно попинывать вас в процессе игры. А потому, конечно же, мы будем скипать все реплики, а затем лезть в журнал, искать взятое задание и смотреть, что же нам нужно там сделать или с кем поговорить. Не говоря уже о том, что здесь можно делиться квестами с друзьями и сопартийцами, что делает игру весьма увлекательной, ведь вы можете разойтись в разные стороны, набрать кучу квестов, а затем одним махом их все сделать и сдать. Или не тратить время в ожидании друга, который зашел позже вас или там чем-то занят, и просто фармить мобов в ожидании, а затем просто поделиться взятыми квестами с ним, чтобы он не бегал в город и не заставлял нас ждать еще больше положено. Хоть и немного, но довольно-таки продуманно подошли к данному аспекту. Система боя, хоть и не блещет уникальностью, но и совсем уж скучно ее назвать тоже нельзя. Можем сражаться как от первого лица, так и от третьего, что значительно упростит данную задачу, ведь такой ракурс позволит нам раньше заметить красную зону удара врага. Особенно, когда он сзади нас, и мы стоим как раз на краю его зоны. Система боя таргетная, с закосом под нон-таргет систему с иллюзией уклонения. Я бы описал ее вкратце как-то так. Но как бы там ни было, она не надоедает и не вызывает раздражения со временем, как Neverwinter Online. А большое разнообразие способностей и оружия, на использование которых, к слову, нет никаких запретов, делает ее еще интереснее. Хоть становись лучником в тяжелой броне, конечно, эффективность такого бойца в походе в данж вызовет весьма сильные сомнения, но одеться вы так можете. Или взять мантию со щитом и меч, булаву, топор на ваше усмотрение и гордо называться танком. Все зависит от вашего желания, смекалки и набора прокачанных способностей, не ограничивая нас рамками выбранного класса. Мир приятно смотрится и радует картинкой. Вот, правда, оживленности ему не доделали. При всем разнообразии и свободе, что нас ожидает, все какое-то слишком шаблонное и не хватает спонтанности действий и событий, что ли. Звуковое сопровождение просто на высоте. У меня в некоторые моменты игры аж дух захватывало. Настолько звуковое сопровождение следит за игроком и его действиями. Постоянно в сражениях. Нате вам что-то подинамичней. Занимаетесь рыбалкой и разработкой рудных жил с рубкой дерева. Нате что-то поспокойней и ритмичней, дабы не заснуть. Что касается пвп, то здесь оно есть. И, как я и говорил, простор в войнах альянсов сделан весьма интересно. В теории. Есть пять режимов для пвп бою. Королевская битва. Захват контрольных точек. Сражение 5 на 5. Захват какого-то шарика по типу захвата флагов. И войны альянсов, которые к слову находятся на отдельной огромной локации, где мы сражаемся за контроль крепостей и форпостов, а также прилегающим к ним и находящимся на их территории ресурсных предприятий по типу лесопилок для создания таранных и осадных орудий. Для осады, крепостей и форпостов нам понадобятся осадное оружие и толпа народу. Для захвата мелких производственных зданий достаточно и нас любимых, чтобы перезахватить флаг. За все пвп мероприятия мы будем получать очки альянса и сможем купить на них весьма крутую экипировку. В теории задумка и масштаб происходящего впечатляют, а награды весьма мотивируют на активные действия, ведь проще пойти помахать топором или покидать фаерболы и одеться в эпик, чем сидеть в затхлых донжах неделями, не видя дневного света и горячей пищи ради той же фиол шмотки. По факту, нас как всегда в таких рамках ожидает суровая реальность, где нагибает альянс, у которого больше и многочисленней активных участников, и в итоге вам иногда в одиночку приходится выхватывать в наше, вроде еще товарное личико, все что можно. По правде, в 70% случаев так и будет. По карте боевых действий видно, кто кого и за что держит, вступить туда можем даже на 15 левеле, но вот толку никакого. Разве что украдкой тягать ресурсы из-под носа оппонентов, для вступления в маломальски адекватную гильдию с активным составом, нужно что-то из себя представлять, а в мертвой ги вообще никакого смысла вступать нет. Вкратце, как-то так, я решил не сильно спойлерить вам некоторые моменты, дабы не испортить возможный вау эффект, тем, кто решится ее купить и поиграть. Из плюсов, интересная подача сюжета и его развитие через квесты, со своей смысловой нагрузкой происходящего в каждом городе, без шаблонов и копирок, интересные данжи и наличие пвп, продуманная система крафта и возможность покупать, строить и обустраивать свои дома в городах, и клановые форты или крепости, ну или что-то вроде того. Приятная графика и ненавязчивое звуковое сопровождение. Из минусов, к сожалению, даже не знаю с чего начать, если честно. Будь это фри-то-плей проект, я бы наверное и немного снизил планку, но наши кровные, еще и немалые, и спрос должен быть соответствующим. Печальные войны альянсов, где в соло ты ничего не сделаешь и сильно зависишь от количества активных игроков, что выбрали твой альянс. И никто уже длительное время не пытается исправить данное плачевное положение. Мало контента для соло игроков, при игре с друзьями игра раскрывает весь потенциал на полную. При игре же в соло, есть вероятность пропустить часть контента мимо себя вообще, ввиду невозможности его выполнения или длительности ожидания рандомной группы. Не говоря уже о серьезных технических проблемах с игрой, что по моему мнению сводит и вовсе на нет, все желание остаться в данном проекте надолго. Как бы печально это не звучало, мы платим деньги за игру и должны получать возможность стабильно играть в данный проект в любое удобное для нас время. А не сидеть по три часа в ожидании из-за невозможности зайти в игру. Или и вовсе ожидать перепроверки всех файлов, поскольку в последний вылет там что-то еще и крашнулось. Возможно в дальнейшем исправят данную проблему, но насколько я понял из форумов, то после одного из обновлений возникла такая проблема, и до сих пор никто ее не исправил на 100%. Как бы не такого мы ожидаем, покупая игру. И если решили продавать продукт, то нужно соответствовать хотя бы минимальному качеству, где потребитель может воспользоваться ним. А не сидеть и думать, глядя в монитор, на что я выкинул свои кровные, получая лишь раздражение. Многие скажут, что ничего страшного, раз, два, ну с кем не бывает. Тестил данный проект на протяжении недели, и будь это сырой, вот недавно вышедший, хоть это и не является оправданием, но можно было еще как-то списать на некоторые технические ошибки и проблемы при запуске. Всю эту неделю, либо не пускала в игру моего напарника, либо меня выбрасывала, либо игра обоих крашилась с последующей перепроверкой всех файлов. И тут уже не спишешь на нелепое стечение обстоятельств или банальную случайность. А потому я бы не рекомендовал вам выбрасывать свои честно заработанные на сомнительное удовольствие, которое мы, несомненно, получили бы, если бы все работало нормально. Но решать, конечно же, только вам, друзья. Я лишь могу показать и рассказать о том, что вас будет ожидать. Пишите и делитесь своим мнением, предложениями и пожеланиями в комментариях, а можем там с вами просто пообщаться и обсудить данный проект. Всем спасибо за просмотр, приятной вам игры и только позитива в процессе. Всех братиков и сестричек по-братски обнял и приподнял. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok